Глава седьмая Хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и от того, что он много двигался, лазая по сугробам, он знал, что тепла этого хватит ненадолго. А что согреваться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, идти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чуял на ней большого пальца. И кроме того, всему телу его становилось все холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятиям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему не особенно неприятной, не особенно страшной. Не особенно неприятно показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была непредстающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреевич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина. Того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая, он останется во власти этого же хозяина, и что хозяин этот не обидит. Жаль бросать обжитое, привычное. Ну да что ж делать, и к новому привыкать надо. Грехи, подумал он, и вспомнил свое пьянство. Пропитые деньги, обиды жене, ругательство, нехождение в церковь, несоблюдение постов и все то, за что выговаривал ему поп на исповеди. «Известно грехи. Да что же, а разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня Бог сделал. Ну и грехи. Куда ж денешься?» Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь. И потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку и тарасовую избу, и разговоры о дележах, то о своем малом и о мухортам, который угреется теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже я чай сердечный. Сам не рад, что поехал», — думал он. «От такого житья помирать не хочется. Не то, что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаясь в его голове. И он заснул. Когда же Василий Андреевич, садясь на лошадь, покачнул сани и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся и его полозом ударило в спину, он проснулся и волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и в тотчас же мучительный холод пронизал все его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреевич оставил ему ненужное теперь для лошади веритье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом. Но Василий Андреевич не остановился и скрылся в снежной пыли. Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было. Оно все было засыпано снегом. И в санях он чувствовал, что не согреется. Потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. Батюшка, Отец Небесный, проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы делюшки, влез в сани и лег в них на место хозяина. Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал, он не знал. Но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое. Продолжение следует...